Итак, мы поговорили об основных этапах формирования концептуальной схемы базы данных, то есть о выборе типов сущностей, связей, атрибутов и ключей. Мы говорили также о понятии ограничения целостности в рамках ER-модели, так в большинстве средств эти ограничения целостности не всегда или не так явно можно выразить, поэтому пока мы отдельно проговаривать вопрос не будем, тем более ограничение целостности в рамках возможных ограничений доступных, возможных значений или существующих значений, понятно, как можно было бы определить, если бы такая возможность была в средствах формирования таких моделей. Ну и следующим важным шагом, который формально не является обязательным, но по факту один из наиболее важных, это проверка получившейся концептуальной схемы. Понятно, что процесс может быть итерационный, если проверка выявит какие-то недостатки, то мы можем вернуться к пересмотру концептуальной схемы, видеть в нее изменения и вновь проверить ее на соответствии к каким-то требованиям. Проверка не является формальным этапом, некоторые части ее могут быть автоматизированы, но не все и в большинстве случаев это операции, которые требуют участия проектировщика. На какие моменты следует обратить внимание при проверке полученной концептуальной схемы? Первое – это наличие связи один к одному. О чем здесь речь? Как вы помните, когда мы определяли этот тип связи, мы говорили о том, что во многих случаях в реляционной базе связь между типами сущностями один к одному может представлена быть в виде одной таблицы, когда мы два типа сущности объединяем в одну таблицу. Поэтому, строго говоря, можно сказать, что здесь в некотором смысле иногда стирается грань между двумя разными типами сущностей и типы сущности фактически объединяются. Данное решение можно принять только в рамках конкретной задачи и требованиям к аргументной области. И в некоторых случаях, тогда, когда это возможно, с целью упрощения концептуальной схемы, стоит такие типы сущности объединять. Ну и еще раз, с возможными потенциальными путями, на возможность потенциального упрощения путем объединения сущностей, как раз показывает возможное наличие связи типа один к наму. Следующий момент – это наличие избыточных связей. То есть, если мы, например, видим несколько связей между одними и теми же типами сущностей, да, они могут иметь разную семантику. И так бывает, когда мы между двумя одним и теми же типами сущностей организовываем несколько связей, когда они несут именно разную семантическую нагрузку, то есть имеют совершенно разный смысл. Но, тем не менее, если такая ситуация возникает, смотря на эту схему, мы всегда должны внимательно относиться, а действительно ли это нужно, и, может быть, есть возможность этого избежать. Во многих случаях проверка на наличие циклических связей может быть автоматизирована с помощью кейс-средств, которые позволяют проектировать концептуальную схему базы. Проверка выполнимости пользовательских операций – это некий набор мысленных экспериментов, который позволяет проговорить все те операции, которые необходимо выполнить для пользователя каждой роли. Как мы помним, мы собирали требования с пользователя каждой роли для описания предметной области и формирования на основе этого описания концептуальной схемы. В результате полученная концептуальная схема, естественно, должна удовлетворять этим требованиям, и мы должны в рамках проверки убедиться, что все требования пользователя действительно выполняются. И хорошим вариантом является также проверка выполнимости пользовательских транзакций. В данном случае мы не говорим о транзакциях в терминах ВД или каких-то информационных систем, мы говорим о неком наборе операций, которые пользователи считают условно или безусловно неделимым. И мы должны проверить, что этот набор операций возможно выполнить в рамках нашей концептуальной схемы. Это важная часть проверки, потому что, в первую очередь, ради выполнения пользовательских требований мы создаем нашу базу данных, поэтому ей нельзя в коем случае пренебрегать. Для сложных и взаимосвязанных структур такие проверки могут составлять существенную часть времени на, собственно, саму проверку. И обсуждение результатов с пользователями, потому что, так или иначе, проектируя концептуальную схему, можно уже сделать первые выводы о том, какие пользовательские представления будут сформированы в базе данных. И можно говорить о том, что какие-то требования пользователя могут быть видоизменены по причинам того, что они могут конфликтовать с какими-то другими требованиями других пользователей. И если такие конфликты случаются, изменения в схемах, в концептуальную схему вносятся, необходимо обсудить их с теми пользователями, требования которых поучаствовали в данном конфликте. Ну и, как мы уже сказали, процесс проверки может быть итеративным, и в рамках проверки могут быть выявлены какие-то недостатки в концептуальной схеме, она может быть переработана и отправлена на проверку. Но хочется верить, что в большинстве случаев такой процесс все-таки будет сходящимся и позволит достичь удовлетворительной концептуальной схемы хотя бы на данном этапе.